Коллеги, всем здравствуйте. Мы начинаем. Коллеги, тема нашего сегодняшнего вебинара – это автоматизация складской логистики на фармацевтической отрасли и соблюдение требований законодательства. Перейду сразу к плану сегодняшнего вебинара и предварительно, безусловно, представлю ведущих сегодняшнего вебинара. Ведущим будет Сергей Кандауров, инсультант направления складской логистики. Сергей, здравствуй. И я менеджер по работе с клиентами Лилия Аюха. Давайте перейдем тогда к плану сегодняшнего вебинара. Первый блок я расскажу немного о компании, буквально, да, в пяти минутах. Далее передам слово коллеге Сергею Кандаурову. Он уже профессионально покажет и расскажет. Про систему Аксилот ВМС-5. И последним блоком у нас будут вопросы, ответы на вопросы. Коллеги, от твоей вопроса можете писать в течение всего вебинара в верхнем правом углу. Да, со знаком вопроса, собственно. Коллеги, я начинаю. Да, тогда о компании Аксилот. Коллеги, компания Аксилот на рынке 22 года. Все эти годы, с 98-го, мы развиваемся узконаправленно в сфере складской и транспортной логистики. За эти годы мы стали разработчиками четырех поколений ТМС-систем и пяти поколений ТМС-систем. Как раз таки наш флагманский продукт Аксилот ВМС-5, мы о нем сегодня расскажем. В нашем штате порядка 200 человек, уже даже больше. Мы расположились в трех городах России. Это Москва, Киров и Красноярск. Безусловно, мы не привязаны территориально к этим городам. Мы реализовали свои проекты в 12 странах мира. Ежегодно набираем также обороты и ежегодно реализуем порядка 100 проектов в год. Мы закрепились в лидерстве, да, мы в девятый год уже являемся лидерами автоматизации складской логистики. Коллеги, мы компания современная, мы работаем по всем международным стандартам, поэтому мы работаем по системе менеджмента качества ISO 9001. Постоянно развиваемся, и сейчас, да, наши затраты на развитие составляют порядка 10% от общей выручки компании. Помимо того, что мы развиваем и реализуем автоматизацию складской логистики, конечно же, у нас есть также направление по автоматизации транспортной логистики. Мы автоматизируем управлением контейнерным терминалом. Все наши проекты мы стараемся реализовывать под ключ, начиная от предпроектного аудита, да, который у нас есть во всех наших проектах, заканчивая полномасштабным технологическим проектированием, если этого требует ситуация. Также после проекта мы сопровождаем своих клиентов, в том числе, если требуется, в режиме 24 на 7. Поставляем все специализированное требуемое оборудование, вот и все необходимые технологии. Да, мы являемся разработчиками всех наших программных решений, все наши программные решения также на единой логистической платформе AxelotX, что, безусловно, позволяет реализовывать следующие механизмы. Это событийная модель взаимодействия между программными продуктами, это единые пользовательские интерфейсы, а также, ну, и важный, да, момент – это преемственность статусов, преемственность документов, что, безусловно, дополняет, то есть они не дублируют друг друга, системы только дополняют друг друга. Да, в реализации наших проектов, безусловно, нам помогают наши партнеры. Мы сотрудничаем с крупными производителями как оборудования, так и ПО. Ну, давайте начнем по порядку, да, я расскажу про Gradum и Deterion. Входит в группу компания Axelot. Gradum у нас занимается развитием стандартных решений 1S Deterion, разработчики интеграционного решения Deterion, ESB и MQ. Яндекс и CIT являются пользовщиками в нашем картиографическом сервисе, а также сервисом организации, в наши транспортные проекты. А Zebra Extreme – это пустынки оборудования для проектов склада. 1S, ну, мы с ними с 98-го года сотрудничаем, все наши, практически все наши программные продукты разработаны на платформе 1S. И также хотелось бы рассказать о компании Axelot. Эта компания входит в компанию Axelot. Вот специалисты данной организации занимаются поставками оборудования, не только оборудования такого, как мы привыкли, да, терминалы сбора данных, серверов, Wi-Fi-оборудования, но также они поставляют роботизированную технику, технику конвейерную, если того, требуют также решения для генерации электрической, трубовой энергии. Ну, и перейдем к нашему любимому слайду с нашими клиентами. Безусловно, здесь отображены не все, но большая часть известных из них. Конечно, этот слайд скорее о том, что мы имеем большой опыт в разных сферах, отраслях и индустриях. Сразу перейду к интересной части, да, на сегодняшнего вебинара, так как у нас фармацевтическая отрасль. Здесь также отображены не все, ну, сами понимаете, не все, да, позволяют показывать себя, но все же опыт у нас огромный. Повторюсь, мы реализуем порядка 100 проектов в год. Наши компании не только разные отрасли, но они также разного масштаба, то есть это и огромные складские комплексы, ну, и в том числе и склады от 100 квадратных метров. Повторюсь, мы являемся лидерами своей отрасли и, безусловно, чувствуем потребность не только в развитии своих сотрудников, но и наших клиентов. Мы переводим, вот у нас есть некоммерческий проект, да, это библиотека Аксиот, наши специалисты переводят лучшие мировые бессенды, и выпускаем их на рынок. Вы можете приобрести эти книги на любых площадках известных. Также, безусловно, мы проводим учебные программы, курсы, вебинары, да, и приглашаем вас на них. В завершении моей презентации я хотела бы перейти все-таки к сегодняшнему программному продукту, да, к нашему флагманскому программному продукту, Axelot WMS X5, это пятое поколение системы управления складом, а система, она разработана на платформе 1С, она имеет полностью открытый код. Словные преимущества данной системы – это более развитый функционал, проработка интерфейсов, они были проработаны в сторону упрощения, в том числе и удобства работы. система получила полный англоязычный интерфейс, доработка также и понятность, в том числе и настроек. Появилась проактивная диагностика системы состояния, и мобильный клиент у нас сейчас умеет работать, да, в оффлайн-режиме, то есть в режиме накопления данных. Коллеги, у меня все. Спасибо вам за внимание. Так, если есть вопросы, да, в том числе по моей части, пожалуйста, задавайте их во вкладке, вопросы в верхнем правом углу, и я передаю слово Сергею. Сергей. Да, спасибо, Лиля. Добрый день, коллеги. Сейчас я включу демонстрацию экрана, и мы уже непосредственно коснемся тем нашего вебинара. В ходе нашего сегодняшнего вебинара будут затронуты следующие вопросы. Разработка и внедрение автоматизированной системы управления складом с учетом требований фармацевтического регулирования, на примере Axelot WMSX5, особенности учета на фармацевтическом складе, учет в разрезе серий, сроков годности, учет по контрольно-идентификационным знаком. Особенности настройки Axelot WMSX5 для фармацевтического склада, а также выбор сканеров, радиотерминалов сборов данных для работы с контрольно-идентификационными знаками и повышение эффективности фармацевтического склада после внедрения Axelot WMSX5. Axelot WMSX5, как ранее сказала Лиля, это пятое поколение системы управления складом, разработанной компанией Axelot. Данное решение реализовано на технологической платформе 1RS предприятия 8.3. Axelot WMSX5 обладает внушительным базовым функционалом, имеет открытый код и параметрические настройки. На данном складе отображены базовые функции нашей системы управления складом. К помещению фармацевтического склада выдвигается ряд требований, без которых невозможно получить лицензию на его деятельность. Это следующие требования. Помещение должно быть разделено на зоны, имеющие различную функциональность. Медикаменты должны быть защищены от внешних факторов воздействия на всем этапе движения по складскому комплексу. Должны быть соблюдены температурные режимы, рекомендованные производителями. Помимо этого, складской комплекс должен быть оборудован приборами для регистрации параметров воздуха, таких как температура и влажность. Также в наличии должны быть системы хранения шкафы, стеллажи и так далее. Помимо этого, выдвигаются особые требования к условиям хранения выделенных групп лекарственных средств – огнеопасных, наркотических и психотропных, сильнодействующих и ядовитых. С 1 июля 2020 года маркировка станет обязательной для всех лекарств. Для того, чтобы стать участником оборота с маркированным товаром, понадобятся соответствующее программное обеспечение, усиленная квалифицированная электронная подпись, 2D-сконораж штрих-кодов для приемки и реализации лекарств с маркировкой, а также терминалы сбора данных, которые могут работать с 2D-сконораж штрих-кодами, например, для проведения инвентаризации. При выборе системы управления складом необходимо учитывать все эти требования. В Axilot WMS-X5 реализован функционал, позволяющий эффективно управлять фармацевтическим складом, соблюдая требования. На слайде отображены зоны склада, разделенные по их функциональности. Далее мы более подробно на них остановимся. Помимо этого, в настройках системы есть параметры, при включении которых мы можем использовать сроки годности, использовать контрольно-идентификационные знаки, а также использовать учет уникальных трабов GS1. Помимо этого, есть в настройках параметры, при включении которых мы можем использовать температурные режимы. Например, мы можем задать температурный режим для зоны склада, либо для какого-то конкретного препарата. Особенности учета на фармацевтическом складе. На фармацевтическом складе необходимо вести учет по сериям препаратов, их срокам годности и контрольно-идентификационным знаком. Особенности учета для препаратов в системе настраиваются в модели учета. Существует такой термин в системе как «объекты хранения». Это «объект складского учета» или «СКЮ». А модель учета, в свою очередь, это совокупность настроек для объектов хранения, включающие в себя перечень используемых параметров учета, стратегии планирования размещения, отбора, пополнения, уплотнения, а также настройки отображения на терминалах сбора данных. Сейчас я вам непосредственно в системе продемонстрирую настройку модели учета. Вот так вот выглядит настройка модели учета. Здесь мы можем включить учет по сериям или партиям и задать необходимые параметры. Например, мы можем вводить номер партии, вводить дату партии, например, и вводить номер сертификата. Помимо этого, при включении учета по срокам годности мы можем задать параметры, какие у нас будут фиксироваться для сроков годности. Например, мы можем вводить дату производства и дату окончания срока годности. либо то, либо другое при этом. Также есть параметр, который включает учет по серийным номерам, в том числе контрольно-идентификационным знаком. Помимо этого, мы можем ввести учет при поступлении, а также учет при отгрузке. И также есть параметр, при включении которого мы ведем учет уникальных коробов GS1. Также здесь задается структура серийного номера. Например, контрольно-идентификационные знаки у нас имеют стандарт штрих-кода DataMatrix. В структуре штрих-кода мы можем задать необходимые группы данных, которые мы вынимаем из данного штрих-кода. Как здесь у нас видим, мы вынимаем 0.1, глобально уникальный номер торговых продуктов, серийный номер, а также коды, ключ и криптохвост. Также здесь мы создаем стратегии. На стратегиях мы тоже дальше более подробно остановимся. На данном слайде как раз отображены все эти настройки модели учета. Как я ранее сказал, здесь у нас отображены параметры, при включении которых мы ведем учет по партиям и сериям, учет по срокам годности и учет по контрольно-идентификационным знакам. В системе существует обязательный разрез складского учета, такой как состояние. Он определяет состояние хранимого товара. Может принимать как предопределенные значения, например, годен, брак, так и произвольные значения, которые создает пользователь с определенными правами, например, администратор. При этом он задает тип данного состояния, годное состояние, либо нет. Помимо этого, на фармацевтическом складе используется часто такой разрез складского учета, как состояние серии или партии. Данный разрез складского учета определяет состояние серии хранимого препарата. Может принимать как предопределенные значения, доступно, заблокировано, так и произвольные значения, которые создаст пользователь с определенными правами, например, администратор. При создании состояния мы указываем, разрешен ли отбор данной партии, разрешено ли размещение данной партии, разрешено ли перемещение данной партии. Как это может использоваться на фармацевтическом складе? Например, нам поступает новая серия, и нам надо провести ее лабораторные исследования. Для этого мы не можем двигать эту серию на склад, не можем ее отгружать, не можем ее размещать и не можем даже ее перемещать. Например, после того, как проведены лабораторные исследования и из корпоративной информационной системы к нам поступили данные, что мы можем данную серию разблокировать, в нашей системе изменяется состояние данной серии, заблокировано на доступной, и дальше мы можем двигать эту серию по складскому комплексу. Настройки топологии Voxelot WMSX5. В Voxelot WMSX5 складские зоны создаются с разделением по функциональности. То есть мы указываем тип зоны, например, приемка, отгрузка, экспедиция, упаковка и так далее. Для зоны есть возможность также указать тип стеллажей, температурный режим и другие настройки. Сейчас я вам непосредственно в системе продемонстрирую справочник зон и непосредственно настройки зоны. Вот так вот выглядит справочник зон, он иерархический, то есть мы можем создавать, например, у нас есть в складском комплексе несколько строений, мы создаем для каждого строения, указываем свои зоны. Например, у нас в строении 10 есть зона контроля, есть зона отбора, хранения, экспедиции. Помимо этого зона отбора у нас может быть разделена на температурные режимы, а помимо температурных режимов мы можем еще и разделить на типы хранения. То есть мы, как здесь видно, у нас есть напольные, полочные и фронтальные зоны с температурным режимом плюс 15, плюс 25. Так выглядят наши непосредственно настройки зоны склада. Причем в системе предусмотрены простые и расширенные настройки. Например, при включении простых настройок у нас ряд параметров настройки недоступны, а при включении расширенных у нас дополняются дополнительные параметры, которые мы можем указать. Здесь мы указываем наименование зоны, а также ее тип. Как я ранее уже говорил, есть определенные типы, которые у нас используются в системе. Это приемка, отгрузка, хранение, ближний буфер, коробочный отбор, штучный отбор, транзитная зона, упаковка, производство, сборка, экспедиция и прочее. И также мы здесь указываем типы стеллажей. В системе есть несколько грузовые, полочные, напольные, набивные, гравитационные, карусельные, столы, рабочие места. Также здесь указывается метод отбора и настройка совместимости. По настройке совместимости мы тоже дальше более подробно остановимся. Помимо этого, как я сказал, в зоне можно указать температурный режим, который используется в данной зоне склада. При создании зоны указывается иерархия классов мест хранения. Классы мест хранения – это термин, который используется в системе, то есть любой носитель товара, имеющий уникальный идентификатор в данной зоне. В зоне мы указываем три класса мест хранения. Получается у нас такая иерархия. Например, как здесь у нас показано на складе, на первом уровне у нас расположена ячейка. В ячейку мы можем разместить поддоны, а на поддоны мы можем разместить короба. При этом мы можем объекты хранения размещать как напрямую в ячейку, так и напрямую на поддон, а не обязательно нам его размещать в короб. И настройки могут изменяться. Например, если у нас полочные стеллажи, и на первом уровне у нас ячейка, а на втором уровне у нас, например, расположены лотки. Для создания топологии в Axiote WMSX5 используется графическая схема склада. Преимущество визуального подхода – это оптимизация расстояния при планировании складских операций, визуальный контроль корректности топологии и визуальное представление оперативных аналитических показателей на плане склада. Давайте сейчас я вам непосредственно в системе тоже продемонстрирую нашу графическую схему настройки топологии. Вот так вот выглядит наша графическая схема топологии. Здесь мы можем как раз создавать стеллажи, выделять необходимые зоны и так далее. Сейчас я вам продемонстрирую метод создания стеллажа в Axiote WMSX5. Например, мы выделяем необходимую область, нажимаем «Стеллаж» и здесь непосредственно создаем его проезд, номер стеллажа, его тип, лицевую сторону, количество ярусов, количество позиций, тип ячейки или место хранения и зона, к которому относится данный ярус. Для удобства, если у вас используется на складе всего несколько конфигураций стеллажей, например, вы можете заранее создать эти конфигурации, у нас есть специальный параметр в настройке стеллажа, конфигурация стеллажа, и выбором необходимой конфигурации у нас автоматически подтягиваются настройки из данной конфигурации. То есть мы здесь указываем просто номер проезда и номер стеллажа. И в системе создается стеллаж. Далее мы этот стеллаж можем скопировать и создать ветку, изменяя номера стеллажа. И при необходимости, если у нас такая же ветка находится, например, напротив, либо у нее только изменена лицевая сторона, мы можем выделить эти все стеллажи, выполнить. Копирование и групповым изменением изменить проезд. Либо конфигурацию стеллажа также можем поменять при необходимости. Помимо этого, для визуального выделения каких-то зонг, либо пандусов, то используется у нас оформление выделенных областей цветом. Помимо этого есть штриховка и выделение, можем ввести жирным, выделить просто границы. И так далее. Схема очень удобная, настройка топологии не занимает большое количество времени. И здесь мы визуально можем понять, как выглядит наш складской комплекс. Входящий поток в Axelot WMS X5. Приемка товаров выполняется на основании данных о планируемых поступлениях. Например, заказ поставщика, которые поступают в WMS из КИС посредством обмена данных между системами. В результате выгрузки документа инициаторов из КИС в WMS создается документ «Ожидаемое поступление». Сейчас я в системе вам продемонстрирую список документов «Ожидаемое поступление» и непосредственно сам документ «Ожидаемое поступление» и посмотрим его состав и содержание. Вот так вот выглядит список документов «Ожидаемое поступление». Это настройки списка стандартные для платформы 1С. То есть мы сюда можем добавить необходимые параметры, которые нам нужны, поменять их местами, вывести необходимые реквизиты. Как видим, здесь мы видим номер ERP-системы документа и статус документов, по которым мы можем понять, что в данный момент выполняется, какие работы ведутся по данному документу. Вот непосредственно сам документ «Ожидаемое поступление». Здесь мы видим номера документов внутренние, номер документа WMS, номер ERP-системы, контрагента и приоритет документа. Мы можем его изменить вручную, либо при необходимости устанавливать при загрузке данных из корпоративной информационной системы. Далее здесь у нас указан статус данного документа. Как видим, данный документ у нас сейчас в статусе «Принят» и тип поступления. Тип поступления – это, можно так сказать, направление, с которого нам поступает наш товар. То есть у нас может быть, например, поступление с приемного отдела, возвраты от клиентов, возвраты от аптек или поступление от поставщика. Для каждого типа поступления мы можем при необходимости настроить свой процесс обработки документа «Ожидаемое поступление». Здесь это набор настройок и параметров, по которым мы указываем зону, в которой мы принимаем. При необходимости, если у нас предварительная приемка выполняется, можем указать параметры, по которым мы будем контролировать расхождение, указать зону настройки сортировки, а также указать, необходим ли контроль приемки. После того, как мы ее выполнили, выполнить еще раз операцию контроля приемки. В составе документа мы видим объект хранения, его состояние, его серию или партию, упаковку и количество, в котором у нас поступает. Помимо этого, конечно, для платформы 1С мы можем изменить состав полей, поменять их местами, либо добавить новые необходимые сюда вам реквизиты. Помимо этого, у нас есть блок дополнительной информации. Если у нас используется рейс, то есть у нас ожидаемое поступление консолидируется, например, по транспортному средству. Приходит одно транспортное средство, в нем мы ожидаем несколько документов, ожидаемое поступление, поставок. Также мы можем привязать его, указать ворота, вид доставки, транспортного средства и водителя. Помимо этого, есть объемные параметры, которые рассчитываются. У нас по ВГХ-упаковкам количество строк указывается здесь, количество упаковок и количество в базовых единицах измерения. Также мы можем посмотреть историю изменения статуса документа. У нас был новый к выполнению, потом он перешел в работе, и потом закончили работу с документом, и он получил у нас статус «Приня». Для обработки входящего потока товаров выполняются операции приемки. В Аксилот ВМС-X5 используются два типа операции. Первый тип операции – это приемка-пересчет, когда мы непосредственно на месте хранения, например, поддоне пересчитываем все препараты, которые к нам поступают. После того, как мы пересчитали все препараты на одном поддоне, мы, например, заканчиваем приемку и подтверждаем на этом ТСД с завершением места хранения. Второй способ выполнения приемки – это приемка с раскладыванием. Данный способ обычно используется, когда у нас небольшие поставки, например, какие-то возвраты идут, и нам некогда раскладывать их на поддоны, пересчитывать на каждом поддоне, но нужно оперативно принять препарат и разместить его сразу в зону хранения. Для этого у нас как раз используется приемка с раскладыванием, то есть сотрудник непосредственно препарат принимает на себя. Далее система подсказывает ему, где такой же препарат хранится по запасам склада, и сотрудник идет, сканирует ячейку, в которой хранится данный препарат, либо он может выбрать другую какую-то ячейку при определенных настройках системы. И далее он сканирует штрих-код ячейки и размещает препарат в данной ячейке. Операция приемки может выполняться в системе несколькими способами. Например, с помощью автоматического оборудования на рабочем месте, либо на терминале сбора данных. При соответствующих настройках модели учета при выполнении операции приемки фиксируются серии, сроки годности и контрольно-индификационные знаки поступивших препаратов. Для фиксации контрольно-индификационных знаков в системе предусмотрены соответствующие регистры сведений, в которых эти данные фиксируются. Также в системе возможно вести приемку по уникальным номерам коробов, например, по SSCC-коду. При необходимости, так же, как я ранее сказал, может выполняться операция контроля приемки. Здесь на слайде отображен типовой интерфейс нашего рабочего места приемки. Мы здесь видим план-факт по ожидаемому поступлению, какой объект хранения мы ожидаем принять, его артикул, серию, состояние и так далее. Ну и далее мы можем, например, ввести приемку по SSCC-коду. Если нам предварительно загружены данные по тому, что к нам поступает в данном коробе, мы можем выполнить эту приемку на рабочем месте. Либо можем выполнять приемку по препаратам. Также предусмотрены варианты, когда мы вводим количество, например, либо используем поштучное сканирование. Например, можем использовать контрольно-одификационные знаки на данном рабочем месте, сканировать их, тем самым система будет понимать, какой это объект хранения к нам поступил, его серию, и при этом будет фиксироваться его контрольно-одификационный знак, серийный номер. По входящему потоку в Axiod WMSX-5 предусмотрены отчеты по поступлению. Есть вот отчет раздела поступления, и также на слайде отображен отчет, которым чаще всего пользуются сотрудники склада. Это план факт поступления. Давайте сейчас непосредственно подробнее просто остановимся и посмотрим данный отчет. Отчет мы можем непосредственно запустить либо через отчеты по поступлению, либо мы можем при необходимости открыть его по документу. У нас есть отчет и план факт поступления. Также отчеты стандартны для платформы 1С, то есть мы можем изменять форму, выполнять свои настройки. Например, при необходимости добавлять дополнительные отборы и фильтры, указывать поля и сортировки, создавать графическое оформление, либо вообще изменять, либо создавать свою структуру отчета. Например, как у нас здесь выполнен иерархический отчет, но при желании можно сделать его плоским. Как видим по отчету, здесь у нас есть плановое количество, которое у нас планировалось при ходу, есть фактическое количество, то количество, которое нам осталось принять. В случае, если мы приняли излишек, системой разрешено принимать излишки, будет отображен излишек. И если у нас был первоначальный план и выполнялась корректировка, то по этому отчету мы также это сможем отследить. По сути дела, в системе существуют все отчеты для оперативного управления и мониторинга входящего потока товаров. По входящему потоку товаров, наверное, все. Давайте перейдем к исходящему потоку товаров в Axiote MSX 5. А, нет, у нас еще осталось размещение. После операции приемки в системе планируется, например, по подписке на события. То есть, например, у нас изменилось состояние место хранения при приемке, то есть сотрудник на ТСД завершил приемку места хранения, в системе изменилось его состояние, это состояние фиксируется в системе, изменение этого состояния фиксируется в системе, и по данному событию мы, например, можем спланировать размещение. Планирование выполняется согласно созданному в системе стратегиям размещения. Они у нас указываются в модели учета, как я ранее уже говорил. Стратегия размещения содержит в себе условия-алгоритмы, по которым у нас выполняется планирование размещения. Также при планировании учитывается настройка совместимости, которая указывается для зоны. Например, у нас запрещено в ячейке смешивать одинаково различные серии одного препарата. Это все мы можем сделать с помощью настроек совместимости объектов хранения. На данном слайде как раз у нас отображены настройки совместимости объектов хранения и стратегия размещения. Сейчас непосредственно я вам в системе продемонстрирую стратегию размещения. В стратегии размещения первоначально мы задаем условия. Если данное условие у нас удовлетворяется, то мы можем для него создать требуемый алгоритм, по которому у нас будет дальше размещаться, планироваться к размещению наши товары, которые мы приняли. Например, вот как у нас здесь, если приемка выполняется в строении 3, в определенной ячейке с определенным температурным режимом, то далее у нас отрабатывают алгоритмы, которые идут после этого условия. Если это условие у нас не удовлетворено, мы переходим к проверке следующего условия и так далее. И пока у нас не спланируется размещение, либо если у нас удовлетворились условия, то у нас размещение не спланируется, и тогда надо уже проверять непосредственно саму стратегию размещения, почему у нас не спланировалось размещение. Ну и давайте продемонстрирую непосредственно алгоритм планирования размещения. Как видим, здесь мы можем задать тип алгоритм. Мы можем размещать в зону объектов хранения, То есть для каждого объекта хранения или препарата мы можем задать определенную зону, которая будет планироваться к размещению и с которой будет отбираться данный препарат. Либо мы можем просто планировать размещение в произвольные зоны. Также здесь у нас указывается кратность размещения. Мы можем размещать палетами, коробками и штуками. И помимо этого у нас есть приоритет подбора ячеек. Мы можем планировать ячейки, сначала пустые ячейки, потом заполненные, с наименьшим числом мест хранения, либо планировать, например, к тому же объекту хранения. И также к ячейке отбора и по классификаторам. Помимо этого при включении параметра мы можем разбивать задачи кратно упаковкам. Например, если мы планируем штуками, но у нас все равно при включении вот этого параметра задачи будут создаваться отдельно на короба, на кратность, наших коробок и отдельный остаток на штуки. Помимо этого мы можем ограничить зоны размещения. Например, при необходимости указать только те зоны, в которые мы можем планировать размещение при соблюдении данного условия и выполнении данного алгоритма. По входящему потоку все. Теперь давайте перейдем к исходящему потоку. Для формирования потребности в отгрузке товара со склада ВМС используется документ заказ на отгрузку. Без создания данного документа отгрузка ВМС невозможна. Документ создается в системе при загрузке данных эскиз. Но помимо этого может также создаваться и вручную. Здесь у нас на слайде отображен документ заказ на отгрузку. Давайте тоже посмотрим непосредственно список этих документов в системе и непосредственно документ. Так выглядит наш список документов заказ на отгрузку. Также здесь мы видим как раз статус документа, дата отгрузки. Как я ранее говорил, по аналогии с документом ожидаемое поступление и стандартными настройками формы для 1С мы можем здесь изменять форму, добавлять требуемые реквизиты, убирать их и менять их местами. По статусу документа мы видим, в такой стадии работы сейчас находится наш документ. Помимо этого есть графическое распределение по статусам, которое можно также посмотреть в системе при необходимости. И давайте непосредственно откроем сам документ. Здесь мы видим внутренний номер документа ВМС, номер ERP-системы, контрагента, приоритет. При необходимости мы можем его изменить, либо также при загрузке установить необходимый. Например, для какого-то определенного контрагента у нас всегда устанавливается критичный приоритет. Это возможно при обработке данных, установить при обработке данных из корпоративной информационной системы. Также здесь мы видим статус документа. Статус документа сейчас передан в отбор, то есть задачи по документу доступны для исполнителя на ТСД. Мы можем посмотреть также связанные документы, все задачи, которые у нас планировались по данному документу. А также у нас есть такой реквизит, как тип отгрузки. Тип отгрузки, то есть направление отгрузки. Например, отгрузка в больнице, отгрузка в аптеке, возвраты поставщику, перемещение между складскими комплексами, списаниями. Также для каждого типа отгрузки мы можем задать свой процесс отгрузки. То есть это набор правил и зон, по которым мы обрабатываем документ исходящего потока. То есть при необходимости мы можем объединять документ в волны, в рейсы. То есть рейс – это в системе документ, объединяющий несколько заказов на отгрузку по транспортному средству. А также в группу отбора, если выполняется групповой отбор товара и дальше выполняется его сортировка. Здесь мы указываем, что выполняется планировка отбора у нас. Указываем зоны завершения штучного отбора, коробочного отбора, зону завершения палетного отбора. Также есть настройка активизации задач на отбор. При необходимости указываем зону для сортировки, указываем, используется ли у нас контроль отгрузки, является ли обязательно с упаковка, консолидация. И также мы здесь можем указать зону упаковки по умолчанию, настройки, по которой у нас будет выполняться упаковка. При консолидации мы можем указать также зону по умолчанию для консолидации и выбрать параметр, по которому мы консолидируем. Например, по рейсу, то есть по транспортному средству, например, по контрагенту, либо по адресу доставки. Также здесь у нас есть настройки отгрузки. То есть мы здесь также указываем зону по умолчанию для отгрузки и класс грузовых мест, которые мы отгружаем. Также в системе предусмотрена фиксация факта доставки до клиента. То есть окончательное списание товара со склада происходит после окончательной доставки. До этого момента есть возможность вернуть товар, не фиксируя факт отгрузки. Если мы ее включим, то мы будем использовать фиксацию факта доставки. Например, мы отправили товар, он у нас будет числиться в машине, в ячейке транспортного средства. Когда у нас из корпоративной системы придет, например, данный о том, что данный заказ был доставлен, в системе мы изменяем статус на доставленное, и товар списывается из ячейки автомобиля. Планирование задач на отбор в Axelot WMSX5 выполняется по заданной стратегии отбора. Она также у нас указывается в модели учета. Стратегия содержит условия и алгоритмы, по которым выполняется планирование отбора. Сейчас я вам тоже в системе продемонстрирую непосредственно условия и алгоритмы стратегия отбора. Здесь мы можем задать условия, которые у нас необходимы, соблюдать при планировании. Например, у нас особые алгоритмы планирования для типа отгрузки коммерческой и переброска. Здесь мы указываем, что заказ на отгрузку у нас имеет тип отгрузки, коммерческая отгрузка и перемещение между складскими комплексами. И также мы можем задать все необходимые параметры. Мы можем привязаться к любым реквизитам, например, объектов хранения, серии или партии, заказа на отгрузку и так далее. Далее, если у нас данное условие удовлетворяется, то мы выполняем планирование отбора по алгоритмам, которые указаны после этого условия. Если нет, то мы переходим к следующему алгоритму. Давайте сейчас непосредственно продемонстрирую алгоритм планирования отбора. Также здесь у нас есть тип алгоритма, который мы можем указать, мы выполняем отбор из зоны объектов. Это я как раз рассказывал при описании алгоритма размещения. Либо выполняем отбор из произвольных зон. Также мы можем, как и для стратегии размещения, так и для стратегии отбора, дописать свой произвольный алгоритм. Здесь также мы указываем тип зоны, из которой мы планируем отбор, например, прием, отгрузка и так далее. Типы зоны, которые у нас есть в системе. Указываем кратность отбора, то есть мы можем отбирать палетами, коробами и штуками. Помимо этого, здесь мы указываем приоритет запаса. То есть мы можем максимально освобождать места хранения, максимально освобождать ячейки, минимальное число подходов использовать и так далее. Отбор по FIFO, FIFO, FIFO и LIPO ввести. Также мы можем указать параметр, что мы разбиваем задачи кратно упаковкам, планировать штуками, но если у нас это целые короба, мы можем, у нас задание создаться отдельно на целые короба и отдельно на штуки. Помимо этого, мы можем планировать пополнение при отборе, например, под заказ. То есть у нас в зоне отбора не хватает определенного препарата, у нас планируется отбор, и этот параметр включен. И далее у нас в системе спланируются задачи на пополнение зоны отбора и зоны хранения. Также здесь можем указать зону, в которой мы завершаем отбор. При необходимости можем ограничить список зон отбора, то есть указать только те зоны, из которых мы будем ввести отбор. И при необходимости мы можем также здесь настройки запроса. То есть, например, здесь мы также можем указать зоны, можем, например, планировать только спаддонов, либо планировать только из лотков и так далее. Все необходимые реквизиты, которые мы можем сюда добавить и привязаться к ним в данном условии. И также здесь можем настроить приоритет по выбору запасов. Помимо тех настройок, которые были ранее, также мы здесь можем настроить, отредактировать этот порядок. Также в модели учета указывается настройка замены партии, которая учитывается при планировании отбора. Данная настройка также важна для фармацевтического склада. Например, к нам поступает заказ на определенную серию препаратов. На данной серии препаратов у нас на остатках нет, но поставщик готов покупать там такой же препарат другой серии, ну, например, с разностью сроков годности 3 дня. Если у нас данные условия совпадают, мы можем либо состояние той же партии, мы используем вот эту настройку, и в ней мы можем как раз задать вот эти правила, по которым у нас будет выполняться замена партии в системе. По факту выполнения задач на отбор в Аксилот ВМС-Х5 при необходимости выполняются задачи на контроль и упаковку отобранных препаратов. Операции контроля и упаковки могут выполняться несколькими способами. С помощью автоматического оборудования на рабочем месте на ТСД онлайн. При выполнении этих операций осуществляется агрегация препаратов в транспортный короб с уникальным номером и фиксация контрольно-индентификационных знаков. Так вот выглядит наш типовой интерфейс рабочего места контроля. Здесь мы видим также, у нас есть упакованные препараты, их артикул, состояние, серия или партия, конфигурация упаковок и базовая упаковка. А также видим остаток, который у нас был отобран в системе. Здесь мы сканируем, например, можем выбрать заказ, по которому мы ведем работу, либо отсканировать контейнер, в который мы отбирали наши препараты. Далее мы в системе можем сгенерировать номер короба, в который мы будем загружать данные, в который мы будем отбирать. Фиксируем, сканируем штрих-код объекта хранения, выбираем его упаковку, серии и при необходимости фиксируем серийные номера. Также вводим количество. Помимо этого, мы можем напечатать упаковочный лист на данном рабочем месте, либо требуемую этикетку, например, этикетку штрих-кода, либо еще какую-то этикетку, но на наши препараты. Также здесь мы можем использовать контрольно-дефекционные знаки. Например, если мы не хотим вводить отдельно серийные номера и считывать штрих-коды объектов хранения, то мы можем просто вводить, фиксировать данные при сканировании контрольно-дефекционного знака. У нас система будет принимать какой-то объект хранения, какая серия и какой у него серийный номер. После выполнения операции контроля упаковки и перемещения сформированных грузовых мест в зону отгрузки в Axelot WMSX-5 формируются задачи на отгрузке. Они также могут у нас формироваться по подписке на события. Например, если у нас выполнено перемещение в зону экспедиции короба, мы можем автоматически на него сформировать при определенных условиях, если эти условия выполняются, сформировать задачу на отгрузку. Либо планировать задачи на отгрузку, создавать их в системе вручную, с помощью сервиса ручного создания задач. Настройки системы позволяют выполнять отгрузку по документу заказа на отгрузку, либо по документу рейс. Там есть разные параметрические настройки. Например, мы можем сканировать все места хранения, которые мы отправляем по заказу на отгрузку или рейсу, либо можем просто все отгружать сразу. То есть существуют разные варианты настройки, которые, в принципе, удовлетворяют любой бизнес-процесс клиента. Или можно восстановиться еще на документе рейс. Это документ у нас есть более такой транспортный, то есть это консолидация документов именно по транспортному средству. У нас есть несколько типов рейса. Это разгрузка, погрузка и совмещенный тип, в котором мы можем указать, например, у нас будут и заказы на отгрузку, и ожидаемые поступления. По исходящему потоку в XO2MSX5 предусмотрены отчеты по отгрузке. Здесь вот отображены стандартные отчеты, и отчет, которым чаще всего пользуются, это план факта отгрузки. Сейчас я вам тоже непосредственно в системе продемонстрирую данные отчеты. Отчеты доступны как в меню отчеты по отгрузке, так и непосредственно в заказе на отгрузку, либо из списка заказов на отгрузку. Мы можем посмотреть наш отчет. Здесь у нас установлены периоды на месяц. Сейчас мы поменяем его на год и посмотрим отчет. По данному отчету мы видим, в каком состоянии у нас сейчас находится заказ. Мы видим плановое количество, то количество, которое было спланировано к отбору, то количество, которое осталось планировать, то количество, которое мы уже зарезервировали, если мы выполнили задачи на отбор, количество, которое нам осталось зарезервировать, количество, которое мы отгрузили, что нам осталось отгрузить излишек, И план начальный, и корректированный, если у нас, например, выполнялась корректировка первоначального плана по нашему документу. В системе предусмотрены все необходимые отчеты, которые необходимы для контроля и анализа отгрузки. Внутренние операции в Axelot WMSX5. В Axelot WMSX5 можно выполнять следующие внутренние операции. Это перемещение, пополнение, инвентаризация, изменение состояния объекта хранения, блокировка серии лекарственного препарата. При необходимости и соответствующих настройках при выполнении всех внутренних операций можно выполнять фиксацию контрольно-индентификационных знаков. Также операции, например, перемещение может выполняться в свободном режиме, либо исполнитель будет выполнять задачи, которые уже спланированы системой. Давайте сейчас я вам продемонстрирую интерфейс нашего мобильного клиента и немного остановимся, посмотрим по внутренним операциям. Вводим логин, пароль. При необходимости можно будет отсканировать бейдж. Здесь у нас расположено меню очередей задач. Мы видим, что очередь задач — это задачи, которые объединены по каким-то определенным признакам, например, по типу и дополнительным параметрам. Например, мы можем разделить отборы из зон конкретных и так далее. Давайте посмотрим регламент. Здесь у нас есть свободные инвентаризации. Свободную инвентаризацию непосредственно с задачей на инвентаризацию сотрудник создает на ТСД. То есть опытный сотрудник, например, идет по складу, ему не понравилось в ячейке как-то расположены препараты. Он входит в очередь задач, выбирает свободную инвентаризацию состава, сканирует ячейку и пересчитывает препараты. Данные отображаются в системе. Либо могут выполняться задачи, которые ранее созданы в системе, которые мы либо создали по подписке на события, либо в ручном режиме. И то же самое, например, у нас с перемещениями. Здесь у нас разделено меню на перемещение объектов хранения, то есть непосредственно препаратов, и мест хранения, например, поддонов, лотков, либо коробов. Перемещения также могут выполняться в свободном режиме. Например, сотрудник создает задачи непосредственно на ТСД, либо выполняет задачи на перемещение, уже созданные в системе. Например, по подписке на события, либо опять же через сервис ручного создания задач. И давайте я вам еще продемонстрирую сервис ручного создания задач. Очень удобный сервис для создания задач в системе, для операторов системы, для администраторов системы. В принципе, при необходимости здесь задачи могут быть созданы, и назначен может быть исполнитель. То есть у нас здесь есть запасы, мы можем смотреть запасы объектов хранения или запасы мест хранения. Есть требуемые фильтры, которые мы можем указать, и выбрать тип, для чего мы создаем задачу. Для объектов хранения и различные типы задач. Также мы отсюда можем создавать и выполнять их при необходимости. Также в Axiote MSX 5 предусмотрены отчеты по запасам и внутренним операциям. Данные отчеты в системе у нас полностью отображены. То есть они полностью позволяют анализировать все необходимые параметры склада, смотреть все запасы, их движения, смотреть заполненность ячеек. Также, помимо этого, у нас есть отчет по запасам. Сейчас я его непосредственно продемонстрирую в системе. В данном отчете мы также… это стандартный отчет 1С. Здесь мы можем добавлять свои требуемые вам реквизиты при необходимости, можем изменять структуру отчета. Из которой классически используется схема – это плоский отчет, где у нас указана ячейка, указан объект хранения, который в нем хранится, указана серия, при необходимости дополнительный параметр, например, МНН3, и количество препарата в базовых единицах, которое хранится в данной ячейке. Если у нас сформированы задачи, например, на отбор из данной ячейки, то мы видим это в колонке «План расход», а также «План приход». Если у нас планированы задачи на планирование прихода, например. Помимо этого, для оперативного контроля состояния текущих поступлений и заказов в системе предусмотрен монитор диспетчеров склада. На данном мониторе мы видим все необходимые показатели, которые надо отслеживать для оперативного контроля состояния текущих поступлений и заказов. Давайте я непосредственно в системе продемонстрирую вам отчет данный монитор. Включим тестовый режим. Здесь можно указывать параметры, по которым будут отображаться данные гистограммы, например, количество документов, количество строк, количество упаковок и так далее. Входь до суммы документов. Помимо этого, отчет полностью интерактивный. То есть, если мы хотим посмотреть заказы, которые у нас готовы к отгрузке, мы два раза нажимаем на данную гистограмму, и у нас открывается список документов на отгрузку только в данном статусе. Также здесь можно отследить динамику поступлений и динамику заказов по дням. И следующий вопрос, который мы коснемся, это выбор оборудования для работы с контрольно-одификационными знаками. Главное требование к терминалам сбора данных и сканерам для работы с маркированным товаром – это возможность работы с кодом стандарта DataMatrix. Данный штрих-код двухмерный, и 1D-сканера с данной задачей не справятся. То есть, данные сканера необходимо будет заменить для того, чтобы была возможность работать в системе маркировки. Также сканирующие устройства сертифицируются по считыванию цифрового кода маркировки DataMatrix, и сертификацию сканеров также проводит экспертная организация, официальные партнеры CRP-TEC, которые могут выдавать заключение, совместимо с честным знаком. Если данное заключение выдано, то данное устройство точно будет работать с данным стандартом штрих-кодов, и никаких проблем не должно возникнуть. В Actioot VMSX5 предусмотрена возможность использовать оборудование, работающее с кодом стандарта DataMatrix. Как я ранее продемонстрировал, мы можем задать структурный штрих-код и при необходимости вынимать все необходимые группы данных из данного штрих-кода. Для терминалов сбора данных разработаны три типа мобильных клиентов для разных операционных систем. У нас есть для Android мобильный клиент, есть для Windows Mobile мобильный клиент, а также есть RDP клиент, который может использоваться, например, на старых терминалах сбора данных, на которых, например, стоит Windows SE еще. Работа стационарного сканирующего оборудования выполняется через автоматические рабочие места. То есть в настройках системы есть все необходимые параметры и драйвера, которые можно будет установить и работать непосредственно на рабочих местах со сканирующим оборудованием. Какой можно сделать вывод? Аксиот ВМС-X5 полностью удовлетворяет требования к системе управления фармацевтическим складом, что позволяет использовать систему в качестве учетной при работе в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Внедрение Аксиот ВМС-X5 как системы управления фармацевтическим складом повышает его эффективность. Мы автоматизируем внутренние операции, операцию прием и операцию отгрузки. Помимо этого у нас повышается качество учета. У нас есть все необходимые разрезы складских учетов, которые требуются для фармацевтического склада. И также мы можем управлять ресурсами в системе для того, чтобы более эффективно их использовать. Коллеги, на этом демонстрация системы закончена. Давайте тогда перейдем к вашим вопросам. Вот есть вопрос Музафара Имбратова. Как контролируется холодная цепь, контроль температурных режимов при операциях на складе? Как я уже раньше демонстрировал, в системе есть все необходимые параметры настройки температурного режима. То есть мы для каждой зоны можем указать температурный режим. И при необходимости мы будем выполнять непосредственно приемку в зону, с которой температурный режим соответствует требованиям производителя. Далее мы этот товар полностью размещаем тоже по стратегиям планирования, указываем, что у нас данный товар только может разместиться в зону, где соблюден данный температурный режим. И также при отборе. То есть мы отбираем зону контроля, которая у нас имеет тот же температурный режим, который требует производитель и так далее. Также вопрос от Екатерины Намесниковой. Добрый день. Подскажите, как данные из ВМС передаются в ВС-маркировка? Данные напрямую, мы это, во-первых, не рекомендуем, напрямую передавать в ВС-маркировку. При желании заказчика, конечно, можно все, но изначально данные эти мы должны передать в корпоративную информационную систему, а уже далее из корпоративной информационной системы эти данные должны передаваться в ВС-маркировку. Ну и, соответственно, обратно. То есть напрямую с ЕС-маркировкой мы не рекомендуем, чтобы ВМС-система работала. И мы будем работать, рекомендуем, чтобы ВМС-система работала с корпоративной информационной системой. То есть все данные из ЕС-маркировки поступали непосредственно из корпоративной информационной системы. Вопрос от Владислава Смолина. Добрый день. Как быть, если разные виды препаратов одного производителя имеют один и тот же штрих-код? В системе предусмотрена такая настройка, как использование неуникальных штрих-кодов. То есть, например, при выполнении операции на ТСД сотрудник сканирует штрих-код. И если у нас в системе к данному штрих-коду привязано несколько препаратов, система предлагает выбрать, какой конкретно препарат сотрудник выбирает для выполнения своей операции. Вопрос от Владислава Смолина. Можно ли подключать приборы учета температуры и ввести журнал учета температур непосредственно в ММС? Это нет в типовом функционале, я сразу могу сказать, но при необходимости, конечно, мы можем также интегрироваться с датчиками температуры, можем создать соответствующий регистр, но это нетиповой функционал, для этого потребуются доработки системы. Ну, если интересно, это, конечно, тоже можно обсудить. Сергей, да, я, если позволишь, да, сейчас еще отвечу на вопрос, да, также Сафара Емратов задал вопрос. Коллеги, добрый день, инструмент создания потрясающий, спасибо. А можете рассказать про управление автотранспортом на территории? Коллеги, в системе данный функционал имеется, да, управление воротами, нужно с вами подробнее тогда после вебинара обсудить, что конкретно, какие задачи у вас стоят, да, если речь идет о движении на большой территории, допустим, там управление шлагбаумом, автомобильными весами, то это уже скорее зона ответственности, ну, и для этого используются другие системы, там, системы UMC. У нас есть опыт интеграции с ВМС и ТМС, ну, а внедрение такого функционала мы с вами можем пообщаться более предметнее. А все наши контакты указаны, ну, вы сейчас видите, да, на экране. Если говорить о второй части вопроса выработки персонала, Сереж, ты подробнее можешь рассказать? Да, могу. У нас есть данный функционал в системе, но мы его всегда рекомендуем делать после завершения основной стадии проекта, потому что мы должны получить, ну, у нас новая система, мы должны в ней поработать, у нас появляются новые нормы выполнения операций, и обычно вот это все мы оставляем на, ну, после завершения основной стадии проекта, потому что мы должны получить актуальные данные, система должна притереться к людям, люди должны притереться к системе, и после того, как мы уже, у нас система поработает, выйдет на стабильную работу, мы тогда можем какую-то выработку персонала и последующую его мотивацию. Ну, данный функционал есть в системе. Да, все верно. Это я хотела бы, да, со своей стороны добавить, это как раз выгодно отличает WMS Xylot X5, непосредственно нашу новую версию, так как зачастую данный функционал в предыдущих версиях, он либо вовсе не включен, либо он отдельно приобретается. Это как наше преимущество в том числе. И третья часть вопроса – модели, применяемые на фармскладах оборудования, терминалы, сканеры. Коллеги, в любом случае, да, здесь нужно обсуждать специфику склада, то есть если у вас температура от плюс 20, там, от минус 20 до плюс 40 – это одни терминалы, да, то есть потому что зачастую на фармскладах разные температурные режимы, если это так, то это одни терминалы. И есть много других моментов, которые мы должны у вас уточнить для того, чтобы сделать предложение по оборудованию. Как я ранее говорила, этим у нас занимается Xylot Tech, поэтому обязательно пишите свои вопросы по контактам, которые вы видите на экран. И, возможно, использовать в том числе и бюджетные модели. И пока. Сереж, у тебя есть еще вопрос? Да, есть еще вопрос от Семена Пролосов. Говорили про оффлайн-режим мобильного клиента. Да, есть такой режим, то есть если у нас связь не работает, например, в каких-то зонах склада отсутствует Wi-Fi-соединение на ТСД, все эти данные на ТСД накапливаются, и при восстановлении связи данные эти будут передаваться в систему. Второй вопрос. Есть ли отчет по результатам пересчета инвентаризации? Да, все эти отчеты есть. Помимо этого в системе существует документ акт сверки, который полностью по складу проходится, есть регистр сведений по расхождению, которые фиксируются в системе. Когда мы создаем данный документ, у нас все эти расхождения схлопываются вместе, и мы видим актуальную информацию по расхождениям на складе. То есть мы видим, там есть разные типы акта, они разделены там. Мы видим, что у нас оприходовано, какие у нас излишки были, какие у нас были недосдачи, какие у нас были пересорты, и были ли у нас там изменения, например, качества, то есть состояния. Можно ли настраивать и добавлять виджеты в монитор диспетчера? Ну, в стандартном типовом функционале, это вот то, что я вам продемонстрировал, оно есть, но если вам какой-то еще нужно будет виджет добавить, то я думаю, что в рамках доработок системы это не будет очень трудозатратно, и можно будет добавить какой-то интересный виджет, который вас интересует. Так, вот вопрос еще от Владислава Смолин. Есть ли статические данные по увеличению КПД после внедрения ВМС на фармскладах? Ну, естественно, у нас увеличились по КПД, но они есть, но я думаю, что если при необходимости они вас прям будут так интересовать, то мы сможем предоставить вам эти данные. И вот вопрос от Екатерины Намесниковой. Есть ли у вас уже заказчики, которые подготовились к обязательной маркировке и внедрили ВМС, могут ли они поделиться опытом? Да, такие заказчики у нас есть. Они уже, даже несколько заказчиков, их уже немало, которые полностью подготовились, мы внедрили ВМС систему и подготовились для работы с маркировкой. По поводу, наверное, смогут ли поделиться опытом, надо будет по этому поводу договариваться. Да, коллеги, обращайтесь по контактам для связи. У нас, безусловно, есть в том числе и референс-объекты, да, и в данной отрасли. Но нужно понимать, что заказчики тоже рассматривают и вас, да, то есть изначально вы даете о себе информацию, если они одобряют, то, безусловно, можно провести и референс-объекты. Им на склад. Коллеги, пишите вопросы, да, в чат. От Геннадия Иванова. Подскажите, что делать с немаркированным остатком, к примеру, лекарства, произведенные в 2019 году со сроком годности до 2021 года? По-моему, то, что последнее я слышал, что данные лекарства еще разрешат к реализации как-то. Ну, надо будет уточнить конкретнее, я думаю, что это можно будет посмотреть на сайтах регулятора. Есть, вот есть еще вопрос от Владислава Смольна, еще вопрос о сроках внедрения. Сколько примерно длится процесс внедрения? Ну, тут зависит от вашего складского комплекса, от ваших бизнес-процессов, и, естественно, для вас мы составим свой план-график проекта, по которому мы будем выполнять работы. Но, если так сказать по своему опыту, то примерно, я думаю, что... Давай, Сереж, давай я все-таки скажу. Давай, давай, давай. Стройки реализации проекта, безусловно, зависят от физических параметров склада, они индивидуальны, то есть это не только даже от параметров склада, там, да, площадь, количество, СКЮ, но и от многообразия процессов. Ну, давайте скажу в среднем, да, то есть средний срок запуска эвакуатации, наверное, 4-6 месяцев. У нас есть несколько вариантов подхода к выполнению проектов, об этом более подробно, конечно, мы с вами лучше пообщаемся лично при запросе, да, но в среднем это вот такой срок. Но все индивидуально, как мы уже говорили, система параметрически настраиваемая, соответственно, безусловно, да, это прямо сказывается на сроках запуска, ну, и проекты. Я, ну, и по ориентировочному бюджету, понятно, что самый интересующий, наверное, вопрос, но в любом случае, да, я повторюсь, то, что у нас бюджет, он складывается из нескольких статей затрат, так сказать, да, то есть это программное обеспечение, то есть зависит в том числе от количества автоматизированных рабочих мест, потому что лицензирование у нас довольно простое, то есть каждый терминал сбора данных лицензируется, и рабочее место для оператора. Это первая часть, да, это ПО. Если говорить все далее, то я уже сказала о том, что это непосредственно внедрение, то есть другие, ну, стоимости по внедрению, это все зависит от ваших пожеланий, от задач по настройке системы. И далее, если вы находитесь не в Москве, соответственно, это командировочные расходы также включаются, и оборудование, безусловно, тоже большую часть. То есть смотря какое оборудование мы с вами выберем, какое оборудование вам подойдет. То есть все индивидуально, конечно, здесь сложно говорить о каких-то цифрах, и будет не совсем корректно, потому что мы не знаем, да, вводные, как минимум, ваши. А когда мы начинаем с вами взаимодействовать, мы вам направляем, соответственно, специализированную анкету, начинаем с вами контактировать, коммуницировать, проводим презентацию на основании этого, получаем от вас обратную связь, задачи вы перед нами поставить, какой функционал необходим будет для вашего склада, для ваших бизнес-процессов настроить. все индивидуально. Поэтому ждите и звоните нам, обращайтесь, пожалуйста. Так, вот еще вопрос от Екатерины есть. Мы пользуемся вашей третьей редакцией ВМС. Возможно ли переход на новую систему и перенести в нее наши доработки? Ну, это будет отдельный проект, то есть это будет новая система, которая не будет зависеть от вас. Помимо этого, часть функционала уже может быть какой-то реализован, который не потребует доработки, которые были у вас в третьей системе. Но при необходимости, если в пятерке данный функционал не реализован, то, конечно, мы сможем реализовать и в пятерке эти ваши доработки. Такой опыт у компании есть, и есть такие проекты по переходу из тройки, из четверки на пятерку. То есть здесь никаких проблем не должно возникнуть. Ну и второй вопрос, наверное, тоже там, какие условия, это надо уже обсуждать непосредственно. Вот еще вопрос от Вектор ООО. Если у нас есть уже свое оборудование, терминалы, принтеры, то возможно ли его из вашей системы? Ну, тут надо смотреть на модели ваших терминалов и на модели ваших принтеров. Ну, я думаю, если это не старое оборудование, то, например, оно может работать с маркировкой, то есть считывать 2D, штрих-кады, то никаких проблем не должно возникнуть. Ну, при необходимости вы можете нам, при желании, если у нас уже пойдет проект, передать нам свое оборудование для тестирования, мы его протестируем и дадим вам заключение о возможности работать в нашей системе. Да, либо заранее вы направляете нам, ну, соответственно, модель оборудования. Мы также смотрим, если уже был опыт, то, соответственно, нам тестировать его не нужно. Хочу сказать, что у нас действительно большой опыт, и в том числе это не только зебра, о которой я говорила, не только используем данное оборудование, а в том числе и других производителей. А минимальные требования к терминалам сбора данных принтеров мы также вам можем направить, чтобы вы с этой стороны проверили. Ну, и вот еще вопрос у нас есть. А, да. Как вы делаете проекты с учетом ситуации самоизоляции? Ну, наши проекты, которые, если клиент сам их не остановил, они продолжаются, то есть мы полностью функционируем, по возможности всегда отрабатываем все запросы нашего клиента, так что никаких проблем у нас с работой во время ситуации самоизоляции нет. Да, мы не входим в список компаний, которые должны были обязательно приостановить свою деятельность, безусловно, да, если находятся наши клиенты удаленно, то какие-то процессы, и действительно много процессов мы можем делать так же удаленно, все-таки система, она параметрически настраиваемая, при этом даже обучение мы можем проводить удаленно, поэтому, ну, как таковых сложностей на данный момент нет. Тем более все надеются, что уже самоизоляция в скором времени закончится, поэтому все лично будем видеть и реализовывать свои проекты. Коллеги, если вопросов нет, мы тогда завершаем наш вебинар. Спасибо вам большое за присутствие. Соответственно, ждем обратной связи. Спасибо всем, коллеги. Мы завершаем. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.